Микс Ньюс Еще раз представлю нашего гостя. Это Никита Безбородов, детский психиатр, исполняющий обязанности заведующего отделения психиатрии детской клинической университетской больницы. Почему сегодня мы говорим на эту тему? Дело в том, что Генеральная ассамблея ООН объявила 2 апреля, Всемирный днем, распространение информации о проблеме аутизма. Именно сегодня, 2 апреля, именно сегодня об этом мы говорим, но не только. Поэтому я могу сказать, что может быть мы бы и пропустили этот день в нашем бешеном темпе и ритме. Но задолго до этого со мной связался отец одного из мальчиков, который страдает этим расстройством аутического спектра. И могу сразу сказать, что этот эфир, по сути дела, это его рук дело, и он подготовлен им. Он является настоящим соавтором этого эфира. И вот врач Никита Безбородов здесь именно по этой причине, в том числе. И я очень этому рада, потому что мы должны поговорить. Хотя в наших программах, не утренних, а вообще на радиоболтком, мы не раз говорили о проблеме аутизма и не раз помогали в нашей программе «Зеленая лампа», которая, благотворительной программе, которая по вторникам выходит, она не раз помогала таким деткам. Итак, давайте начнем с дефиниции все-таки. Что такое аутизм? Насколько это все актуально для нас, в том числе и до Латвии? Ну, если начать с дефиниции, то расстройство аутистического спектра или детский аутизм – это одно из расстройств, которые принадлежат к более такой широкой группе, которая называется «Расстройство развития нервной системы». К этой группе принадлежит расстройство интеллектуального развития, расстройство аутического спектра, специфические расстройства обучения, дислексия, например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, то есть такая большая группа расстройств. Они все к этой группе большой принадлежат, потому что это все вещи, которые связаны с тем, как созревает и развивается наша нервная система. И по сути аутический спектр – это не отдельная болезнь. Это легче понять, как особенность развития или особенность функционирования, которая касается конкретной сферы нашего функционирования, очень важной сферы, и это наша способность функционировать социально, то есть способность нашего мозга понимать и использовать социальные стимулы в коммуникации. То есть расстройство аутического спектра – это, по сути, расстройство социальной коммуникации, социального функционирования и такого стереотипного постоянных моделей поведения. То есть эти дети не могут самостоятельно проводить время, независимыми быть? Не, они, безусловно, могут и часто Проводят это время самостоятельно Ну вот, как я обычно Пытаюсь объяснить, что такое аутический спектр Ну чуть-чуть подумая О том, как вообще наш мозг работает Нормально, да? Для нашего мозга Мы эволюционно так сформировались Как вид, мы очень социальный вид Нам всегда было важно В процессе нашей эволюции, что мы Можем взаимодействовать в группе Ну не знаю, мамонта легче В группе Поймать, убить, съесть Чем если ты один на один То есть, вот эта социальность, она была очень важной Частью нашего развития И наш мозг в среднем функционирует так, что Для нашего мозга социальные стимулы Они всегда приоритарны, то есть, если бы я Зашел вот в это помещение, в первый раз Первое, что я бы заметил, что мой мозг бы заметил Это неосознанный процесс Что здесь есть люди, я бы опознал лица Видел я вас раньше или нет Я бы проанализировал ваше выражение лица Какое оно, какое настроение То есть, наш мозг всегда Выделяет социальные стимулы из всех других Стимулов, но в тот же момент вы же понимаете Что вокруг очень много разных сенсорных стимулов То есть, есть свет, звук и так далее Но у нас есть эта иерархия восприятия И социальные стимулы всегда приоритарны Но не у всех людей мозг работает Именно таким образом И у людей, у которых мозг работает чуть-чуть по-другому Мы говорим, что у них расстройство Аутического спектра, или что они находятся На этом аутическом спектре И основная проблема, не единственная Но основная аутического спектра Ее можно концептуализировать так, что Для аутического мозга нет Это иерархия восприятия То есть, социальные стимулы не приоритарны Они не важнее, чем другие стимулы И из этого проистекает очень много Симптомов, которые Могут мешать в жизни Ребенку Или взрослому с аутическим спектром И Одна из этих сфер Это социальная коммуникация То есть, мы как коммуницируем обычно Это речь, язык А умственные возможности Интеллектуальные Чтобы ребенок себе не причинил вред Что очень важно понять Что Наши способности социальной коммуникации И наш интеллект Это два абсолютно разных спектра Это вообще две абсолютно разные вещи И у людей, у которых Есть расстройство аутического спектра Но, опять же Почему он называется спектр? Потому что эти признаки Эти особенности Они могут более или менее выражены Мы все находимся на этом спектре социальной коммуникации У нас у всех эти навыки И способности Они развиты до определенного уровня Если так в среднем Например, говорить про мужчин и женщин То у женщин Они обычно в среднем чуть лучше развиты То есть, мужской мозг Он чуть более аутичный Он чуть больше сдвинут в сторону Аутического конца спектра Да, но мы все на этом спектре находимся Так же, как про интеллект Ну, всем понятно, что нет такого Что есть глупые дети и умные дети Да, интеллект – это спектр И мы все на этом спектре интеллекта находимся В каком-то месте Да И эти два спектра Они абсолютно разные То есть, у человека с аутическим спектром Может быть пониженный интеллект Да, и где-то у 30% По статистике в среднем Из детей, у кого есть аутический спектр У них есть вместе с этим Еще расстройство интеллектуального развития Но у 70% абсолютно нормальный интеллект И может быть даже очень высокий интеллект Да, то есть, это разные признаки Отсюда идут вот эти, скажем, мифы или не мифы Это вам сказать, что дети с аутическим расстройством Они гении Часто Ну, если это так сформулировать То это, безусловно, миф Да, который частично появился Благодаря популярной культуре И тому, как аутизм отражен в популярной культуре Все помнят Человек-дождя Да Дастин Хоффман прекрасно сыграл взрослого С выраженным аутическим спектром Но фантастическими интеллектуальными способностями Безусловно, не у всех людей с аутическим спектром Будет очень высокий интеллект Да, как я сказал, где-то 30% Есть еще и задержка интеллектуального развития 70% интеллект нормальный Но иногда это может просто выглядеть Очень своеобразно То есть, очень выраженно нарушена Способность социальной коммуникации Но при этом сохранный Или очень даже высокий интеллект И как одна из особенностей функционирования У людей с аутическим спектром У них есть тенденция Формировать очень монотематические Очень стереотипные интересы То есть, заниматься чем-то одним в жизни И, ну опять же, если ты чем-то одним занимаешься Ты, безусловно, становишься очень хорош в этой сфере Ну пусть она может быть очень своеобразная Например, операции с цифрами Или как Дости Хоффман в «Человеке-дождя» Я не помню, что он там запоминал У него тоже телефонная книжка была Телефонную книгу и так далее Фантастическая память И это может выглядеть, что Ну вообще человек-то, грубо говоря Низкофункционирующий То есть, он социально очень плохо функционирует Но при этом у него фантастические способности И это называется савантизм Ну, францисский термин Сова Да, феномен савантизма Но так, если посмотреть по статистике То, в принципе, это, безусловно, миф Скажите, пожалуйста Вот вы, все, что вы говорите Ну, пока не иллюстрирует Что аутизм, это, ну, может Как-то быть опасен Где проблемы, да? В чем опасность, да? Что он приведет к чему-то Я не хотел бы сказать, что аутизм Глобально опасен, но Я не имею в виду для общества А опасен для, может быть, человека с этим расстройством Ну, то есть Почему вообще диагноз такой существует? Ну, если я говорю, что это спектр Мы все на этом спектре находимся Но почему в каком-то месте проводим черту И говорим, что вот за этой чертой Это уже медицинский диагноз Это норма, а это не норма Ну, да Безусловно, это как бы Ну, такой границы в природе нету Между нормой и патологией Да, граница, она искусственная Эта граница – это психиатрический диагноз Но диагноз формируется обычно в том случае Если какие-то особенности функционирования Ну, то, как вы вообще функционируете в психической сфере Если это связано с выраженным дистрессом То есть вызывает, ну, какое-то, условно говоря, страдание Выраженные дисфункции Если это мешает функционировать И если это статистически девиантно То есть сильно отличается от того, как в среднем люди функционируют Если мы говорим про диагноз аутического спектра То, безусловно, там нет никакого дистресса Ну, то есть, так же, как, например, расстройство интеллектуального развития Ну, я не страдаю от своего уровня интеллекта Ребенок с средней тяжестью, умственной отсталостью Не страдает от низкого интеллекта Это просто вот какой он есть Да, то же самое с аутическим спектром Условно говоря, ребенок с аутическим спектром Он не страдает от этого Но это связано с выраженными трудностями функционирования В той среде, в которой мы существуем Это связано с невозможностью функционировать Невозможностью выполнять какие-то вещи Которые мы ожидаем от человека Что он может выполнять В возрасте, определенного возраста Или это прям с рождения до... Ну, как я уже сказал Расстройство аутического спектра Это расстройство развития нервной системы Соответственно, в принципе, эти симптомы Или эти трудности Они обычно присутствуют С очень разного возраста Есть два варианта развития Есть один вариант, который более распространен Когда эти симптомы Они вот с раннего возраста Фактически с младенчества Они присутствуют, да И, ну, просто ребенок Ребенку подрастая Они вызывают все больше Трудности адаптации Есть другой вариант, называется регрессивный тип Аутического спектра Когда развитие нормальное До какого-то момента И в среднем этот момент Это 18 месяцев, полтора года И в этот момент происходит регресс То есть, например, появлялся язык И потом в среднем В 18 месяцев пропадает язык Появляются расстройства Симптомы аутического спектра Но глобально говоря До двух лет Обычно этот диагноз Если мы ищем Если мы смотрим Если мы обращаем внимание До возраста двух лет Аутический спектр Можно опознать и диагностировать Пишут о том, что 1-2% детей Страдают вот этими расстройствами Это так, да? Это данные мировой статистики В среднем Ну, в принципе, если смотреть так В длиннике Эти исследования, которые проводились Это где-то 1%, 1 из 100 Ну, в принципе, достаточно распространенно Если так подумать Сколько у нас детей в Латвии Этим страдают? Ну, на этот вопрос, боюсь, ответить нельзя Однозначно Потому что у нас Ну, в том числе есть Особенности статистического учета Единственный Как бы Источник данных Куда мы можем смотреть Про распространенность Разных психических расстройств Это Регистр Так называемый Психических расстройств Если смотреть в регистр То В последние годы Мне кажется, за 17-й год Последние данные доступны Чуть более 300 детей в Латвии С этим диагнозом И около 10 взрослых То есть это очень мало Ну, абсолютно не отражает Ну, это где-то 2% из всего Что нам нужно было бы диагностировать И опознать Да, но это не отражает даже Количество детей Которые реально в Латвии получают помощь У которых есть этот диагноз Да, но это особенности нашей регистрации Но глобально говоря Ответа на этот вопрос нет Но я не думаю Что латвийская популяция И латвийское общество Отличается от Другой Среднеевропейской популяции Да, нам доступны данные Из других стран Европы Где этот скрининг И эти исследования проводились Эти данные говорят Что это как минимум 1% И так выглядит Что в последние годы Распространенность Аутического спектра Она постепенно Но неуклонно растет То есть, если говорить Об одном проценте То это у нас Сколько получается Детей попадает Под эту цифру Примерно Это хорошо Надо посмотреть Если не 300 Сколько у нас было Вообще детей В последний год В возрасте До 18 лет Ну это Скажем так Не, наверное Все-таки Это безусловно Тысячи Безусловно Это тысячи И их родители Они не в курсе То есть, они Что-то видят Что с ребенком не так Они мучаются Безусловно Они испытывают Трудности В функционировании И родители в курсе Что какие-то трудности есть Но Довольно часто Они не в курсе Что это именно Аутический спектр И часто Аутический спектр Он Как бы Прячется Или Его не опознают За другими расстройствами Например, у ребенка расстройство аутического спектра И расстройство развития интеллекта Да, умственная отсталость Например, опознают умственную отсталость Но не аутический спектр Или если мы говорим про высокую функционирующую часть спектра Да, то, например, у ребенка какие-то трудности поведения в школе Или трудности коммуникации У него тревога Или какое-то другое расстройство тревожного спектра Или расстройство настроения Да, причиной, которая на самом деле является Трудности адаптации в среде, в которой он есть в школе, например, причиной которых является аутический спектр, но опознают только тревожно-депрессивные, например, проблемы. Аутический спектр нет. Напомню, что в гостях у нас сегодня детский психиатр, исполняющий обязанности заведующего отделения психиатрии детской клинической университетской больницы Никита Безбородов. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напрямую можете задавать доктору 672 12 9 3 9 672 13 9 3 9 2 3 0 6 1 9 1 это телефон нашего WhatsApp. Аутизм, он же не современное расстройство, правильно говорить? Да, правильно. Он же не современное расстройство? Это в принципе вечная уже проблема? Как диагноз, безусловно. Диагноз появился в 20 веке. Лео Каннер описал синдром Каннера, потом параллельно с ним чуть позже Ханс Аспергер описал синдром Аспергера. Это просто два конца аутического спектра. Синдром Каннера это низко функционирующий синдром Аспергера, высоко функционирующий аутизм. Но если мы говорим про вообще развитие мозга, то безусловно, из того, что мы сейчас знаем про то, как наш мозг развивается и созревает, можно сказать, что люди с такими особенностями развития и функционирования были всегда. Это не что-то, что появилось неожиданно. То есть, люди с такими особенностями, они, безусловно, во все времена были, просто, вероятно, в разные времена это вызывало разные трудности, потому что это дезадаптация, трудности функционирования не связаны с конкретной средой. И наверняка по-разному называлось и по-разному интерпретировалось. Да, мы сейчас поговорим обязательно о том, вообще на что стоит родителям обратить внимание с самого раннего детства ребенка. Это очень важный вопрос, но у нас уже звонки по двум линиям. Давайте принимать попутно. Надевайте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я бы хотела у доктора спросить, насколько на детей влияет наличие непосредственно на крыше школы базовой станции мобильного оператора. То есть недавно установили на крыше школы базовую станцию и я читала очень много исследований американских, китайских о том, что это влияет именно на психику. Дети становятся, скажем так, раздражительными, быстро утомляются, у них появляются главные. Да, спасибо большое. Ну, если говорить в контексте аутического спектра, то, безусловно, я таких исследований не видел, которые бы показывали связь между наличием подстанции и распространенности расстройства аутического спектра. Да, то есть таких научных доказательств безусловно нет. Если говорить вообще про разные психические расстройства, ну, честно говоря, я тоже не видел таких достоверных исследований, но глобально говорят, всё, что в среде есть, всё, что вокруг нас происходит, оно какое-то влияние оставляет, ну, с этим трудно спорить. Это расстройство, возможно, его как-то вот направлять, какие-то спектры развивать быстрее, может быть, какие-то не поддаются, а как с такими детьми, вот если у родителей это происходит, да, что делать. Ну, безусловно, если говорить про лечение, то как такового, ну, то есть вылечить аутический спектр невозможно, да, потому что это не болезнь, это особенность созревания, особенность развития, но можно очень существенно повлиять на траекторию развития ребёнка вне зависимости от того, насколько выраженный спектр, да, то есть, как любые другие навыки, как любые другие признаки, которые вообще базируются в нашем функционировании мозга, да, эти навыки, их тоже можно и нужно тренировать, и, в принципе, их можно приобрести только тренируя. Да, есть много видов психосоциальной реабилитации, которые, безусловно, научно доказательны и которые могут существенно помочь ребёнку с аутическим спектром развиваться и функционировать. Иногда, особенно если мы говорим про высокую функционирующую часть спектра, то есть, эти способности дефицитарные, их можно развить до такого уровня, что вы в коммуникации никогда не подумаете и не скажете, что у человека аутический спектр. Но чтобы это сделать, этим, безусловно, с очень раннего возраста нужно довольно планомерно и длительно заниматься. Всю жизнь? Ну, по сути, безусловно, самый важный период это период раннего развития. То есть, пластичность нашего мозга она самая высокая в раннем возрасте, именно по этой причине, о чем мы все время говорим, почему этот день 2 апреля введен, мы говорим о том, что нам нужна ранняя интервенция, то есть, нам нужно опознать, диагностировать это расстройство как можно раньше, потому что мы знаем, что чем раньше мы это сделаем, чем лучше мы организуем эту реабилитацию, которая ребенку нужна, тем лучше прогноз, тем лучше мы можем помочь. про эту раннюю диагностику, вот как родителям заметить, что у ребенка есть вот такое расстройство или заподозрить что-то неладное? Да, ну, как я уже сказал, в принципе, с довольно высоким уровнем достоверности мы можем где-то в районе 2 лет, до 24 месяцев до этого возраста мы можем сказать, что у ребенка есть эти особенности развития. Они не внешние, да? Они, безусловно, не внешние, они никак внешне не проявляются, они проявляются именно в этой сфере социальной коммуникации. Если мы говорим даже про очень маленьких детей, например, в младенческом возрасте, если мозг нейротипический, как мы говорим, то есть стандартный, то он всегда, как я уже сказал, сориентирован на социальные стимулы. То есть еще в очень раннем возрасте, в младенческом возрасте ребенок фиксирует взгляд на лицах, потому что лица это что очень социально, очень важно, и мы это опознаем уже в очень раннем возрасте. Реагируют эмоциями на эмоции. Мама начинает улыбаться, младенец начинает улыбаться, пускать пузыри, эти зеркальные нейроны работают и происходит эта социальная интеракция. У младенца, у которого в дальнейшем будет аутический спектр, это может не происходить даже в очень раннем возрасте. То есть это еще, например, шесть месяцев, но ребенок выглядит, что его взгляд он блуждающий, он не фиксирует взгляд на лицах, он не реагирует эмоциями на эмоции. Например, в достаточно раннем возрасте особенности глазного контакта. чтобы понимать, что надо смотреть в глаза, когда к тебе обращаются или с тобой разговаривают, или когда ты к кому-то обращаешься. Это очень социальная вещь. Для этого мозг должен быть очень социальный. У детей с аутическим спектром часть может, но они могут не понимать это. Например, не смотреть глаза, не фиксировать взгляд на лицах, не использовать, называется, разделенное внимание. То есть, например, когда ребенок чего-то хочет, даже когда он еще не говорящий, до этих двух лет, что дети делают? Он тащит родителя из полки с игрушками, он не может игрушку достать, он тащит родителя, потом показывает на игрушку, использует жест, и в тот момент, когда он хочет чего-то получить, он использует жест и смотрит на родителей, потому что он знает, что надо смотреть на родителя, чтобы привлечь внимание. У ребенка с аутическим спектром это может отсутствовать, то есть, у него дистресс, он хочет какую-то игрушку, не может получить, он тащит родителя в то место и плачет. Он может не использовать жесты, или он может тянуться за игрушкой, но он не смотрит на родителя, он смотрит на игрушку. Он может, например, не понимать, не следовать жестам, то есть, обычно даже очень маленькие дети до двух лет мама показывает, смотри, какая собачка бежит, и ребенок автоматически понимает, что нужно смотреть в сторону жеста. Ребенок с аутическим спектром это может не понимать, он может вообще не реагировать или смотреть на руку, а не на собачку. Особенности развития языка. Основная вообще причина, почему в Латвии ко мне приводят ребенка с подозрением на аутический спектр, это, безусловно, задержка речевого развития, которые у большинства детей... До скольки лет родители так вот дома ждут, когда появятся? Ой, ну очень разные истории есть, иногда, и очень часто ждут очень долго, иногда даже специалисты... до четырех, до трех. До пяти это может быть экстремально, но я видел и такие случаи, но до трех, безусловно, в том числе и семейные врачи, и вообще специалисты, ну, есть тенденция ждать. Четко можно сказать, что если до двух лет ребенок вообще не использует речь в социальной коммуникации, ну, это вот тот момент, когда уже надо куда-то обращаться, идти, да, потому что, безусловно, вообще, в последнее время мы наблюдаем, что у детей речь развивается позже, и это может быть связано с тем, что мы давно уже не живем в монолингвальной среде, это как минимум би или даже триллингуальная среда, и нужно больше времени, чтобы вообще мозгу сориентироваться в этих нескольких языках. Но у детей, у которых не будет аутического спектра, ну, например, есть эта задержка чревового развития, они, например, говорят на своем языке, да, они активно вступают в социальную коммуникацию, просто ничего не понятно, ничего не говорят, да, используют какие-то слова, видно, динамика, что эти количество слов увеличивается, в таких ситуациях, безусловно, можно ждать, да, но если в два года ребенок вообще не использует речь как средство коммуникации, да, ну, это, безусловно, признак, на который нужно обратить внимание и уже идти искать где-то помощь. Это частый признак? У большинства детей, у которых есть расстройство аутического спектра, у них будет задержка речевого развития, безусловно, не у всех детей, у которых есть задержка речевого развития, будет аутический спектр, да, но в любом случае, если в два года ребенок вообще не говорит, то есть не использует речь в коммуникации, ну, это свидетельство о том, что ему нужна какая-то помощь, да, и даже не обязательно, собственно, диагноз как таковой, потому что, ну, то, что мы с ним будем делать, оно не зависит конкретно от диагноза, но в тот момент уже надо начинать что-то делать целенаправленно с этими навыками речевыми работать. Потому что, то, что вы говорили, другие признаки, да, вот нефиксирование взгляда и так далее, может быть, не все родители и заметят, ну, то есть они, может, и заметят, но они не подумают, Родители часто это замечают, и когда они, ну, в более позднем возрасте приходят, и, ну, становится понятно, что ребенку аутический спектр, и ты рассказываешь, что это такое, ну, родители ретроградно опознают, что на самом деле эти признаки, они были и в очень раннем возрасте, да, но про речевое развитие, наверное, самое, ну, то, что больше всего бросается в глаза, и, например, то, что ребенок не реагирует на имя, не отзывается на имя, потому что даже неговорящие дети, они довольно быстро, ну, раскусывают, что вот эта вот последовательность звуков, это вот связано со мной, это что-то очень важное, и реагирует на имя. Да, дети с аутическим спектром, их задержка речевого развития, они могут не отзываться. Надевайте наушники, звонки есть, пожалуйста. Говорим сегодня о аутизме, расстройстве аутичного спектра, 2 апреля объявлен ООН, всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма у нас в студии Никита Безбородов, детский психиатр. Пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос доктору вашему, Наталье. Мне кажется, хочу, чтобы доктор опровергл или подтвердил, что дети современные начинают позже говорить, потому что их родители с ними меньше общаются. Вот если мы посмотрим, на улице, как гуляют мамочки с детьми, обычно коляска отвернута от мамы, и ребенок сам наблюдает мир, сам с собой разговаривает, люлюкает, а мама просто идет в телефоне. Если мы посмотрим на мамочек 20 лет назад, всегда детки были развернуты к маме, никаких мобильных телефонов, а мама гуляла и разговаривала, и рассказывала. сейчас бабушки продолжают эту традицию, но бабушки меньше с колясками бабушки работают, а мама не общается со своими детьми. Скажите, вот это, наверное, тоже влияет? Спасибо. Ну, на это я могу ответить, что вы, безусловно, абсолютно правы, и чтобы развивались речевые навыки, ребенку нужно находиться в речевой среде, да, и, ну, есть очень прямая корреляция между тем, насколько, как много с ребенком разговаривают, и как быстро он учится разговаривать. И, безусловно, на это влияет вообще то, как мы воспринимаем информацию, да, гаджеты и экранные устройства, они довольно сильно поменяли вообще нашу коммуникацию, как мы взаимодействуем с миром, но это не могло не оставить свой отпечаток на то, как дети сейчас развиваются, да. Ну, ту статистику, которую вы назвали, она такая очень печальная в том плане, что она не точная, да, то есть то, что мы не знаем. То есть такая статистика, да, безусловно. Получается так, что у нас, по сути, и специалистов нет, наверное, в этой сфере? Ну, нельзя сказать, что специалистов нет, специалисты есть. вы же не можете всех детей принять в любом случае? Безусловно, нет. Да, и, безусловно, специалистов недостаточно, и речь не только про врачей, потому что врачей очень мало, детских психиатров в Латвии недостаточно, и это, ну, я думаю, что за последние годы в публичном пространстве прозвучало довольно... У вас очереди? Сколько времени? Месяц, два? В данный момент в детской клинической больнице на просто амбулаторную консультацию к детскому психиатру ждут в очереди около 700 детей, которые еще вообще никогда не были у детского психиатра. Это год? Это может достигать до года в данный момент. Это свидетельство о том, что эта система, она фактически не работает. в два года человек не разговаривает и попадает к специалисту в три года. Да, в данный момент в Латвии, ну, к специалисту мы имеем в виду психиатра. Ну, да, да, да. Это не должно задерживать то, что уже надо начинать реабилитировать и что-то делать, да, но может пройти очень долгое время из-за того, что эта помощь, она малодоступна до того момента, как вообще ребёнок и родители получают диагноз, да, и это большая проблема. И это касается, конечно, не только детских психиатров, которых мало, но и вообще специалистов в сфере реабилитации, которые умеют работать с детьми с аутическим спектром. Их становится больше, к счастью, и эти методы, они становятся более доступны. А не есть-то онлайн какие-нибудь трансляции, ну, именно как занятия, да, чтобы спектр этих расстройств как-то. Вы имеете в виду занятия для кого? Для ребёнка. Для ребёнка. Или нужно родителей научить сначала? Безусловно, онлайн-трансляции для ребёнка, они вообще никакого... Ну, для родителей понятно, да, да. Да, но информации много, информации много в интернете, ну, на латвичском языке не так много, мы пытаемся скомпенсировать, да, мы вместе с фондом детской больницы создали такой ресурс, называется Autismicabinet, да, есть домашняя страница Autism, с Бернием, ЛВ, где мы пытаемся собрать на латвичском языке эту информацию, возможно, на русском тоже, да, хотя бы частично, и это физическое, ну, как бы, место, куда можно прийти, если вообще есть вопросы про аутический спектр, если вы родители или специалист, у которого есть вопросы на эту тему, да, там работает клинический психолог, который на эти вопросы может постараться ответить. Да, но, в принципе, да, специалистов, безусловно, недостаточно. Вот еще вопрос о образовании дальнейшем таких деток, поскольку, ну, сейчас мы все чаще и чаще говорим о включающем образовании, инклюзивном, когда, ну, спорят, две группы есть, которые одни считают, что и дети, и не только такие, они должны учиться отдельно, для них должны на специальные заведения будут учебные, да, а вторая группа, которая все растет, вот на мой личный взгляд, и это хорошо, что такие дети должны учиться вместе, да, в общеобразовательных школах. Ну, мне кажется, что общеобразовательные школы у нас не очень готовы, как и учителя, как и, в принципе, и дети, и родители, они не готовы к тому, чтобы принять детей. Ну, если глобально говорить, то инклюзивное образование, оно, безусловно, лучше, чем сегрегированное образование, оно лучше для всех, для детей, у которых есть какие-то расстройства, и для детей, у которых нет никаких расстройств, да, инклюзивное образование – это вообще, фактически, единственный способ строить, ну, какое-то включающее общество, не сегрегированное, разделенное, в котором есть место все. Да, другой вопрос, что инклюзивное образование, оно, безусловно, требует ресурсов, И это не только финансовые ресурсы, я бы даже сказал, не столько. Это ресурсы, собственно, человеческие, педагогические, это ресурсы знаний. Если говорить про эти ресурсы, то в общеобразовательных школах в данный момент, опять же, становится постепенно лучше, но эти ресурсы недостаточны. Но если говорить о потребностях ребёнка, то вы же понимаете, что, как любые другие навыки, навыки социальной коммуникации, их невозможно приобрести, если ты не находишься в социальной среде. Если ребёнок, например, постоянно находится в среде, где все неговорящие, где все с расстройством аутического спектра, ну это логически не может способствовать развитию. Но чтобы включить детей с аутическим спектром, безусловно, нужны большие ресурсы. И до этого тот способ, как ресурсы были концентрированы, это было сегрегированное образование, специальные школы. Нет такой страны в мире, по крайней мере, я не знаю, где все дети с расстройством аутического спектра были бы включены. Если говорить про этот тяжёлый конец спектра с очень выраженными расстройствами, аутического спектра с коморбидным расстройством интеллектуального развития, то этот уровень ресурсов, который нужен, чтобы таких детей включить, он очень высок. И в этом смысле более эффективно эти ресурсы использовать в специальной школе, но тогда эти специальные школы должны быть супершколы с суперуровнем ресурсов. Например, такую систему мы видели в Великобритании, в одной из частей Великобритании, Wales. Это первая страна в мире, которая создала документ политического планирования про аутизм. У них есть стратегия про аутизм. И там очень хорошо сделана именно система образования. И там, собственно, так и есть. Большинство детей с аутическим спектром включены в общеобразовательные школы, но есть специальные системы, как им помогают там, где они находятся. И есть редкие, но очень специализированные, с очень высоким уровнем ресурсов, специальные школы, такие супершколы. Можно вопрос короткий? После 18 лет, когда это уже не дети, как продолжается жизнь этих людей? Ну, 18 лет что-то меняется только с точки зрения цивиллэкумс, гражданского законодательства. В остальном, с точки зрения развития мозга, ничего не меняется. И дети с аутическим спектром в 18 лет ничего магическим образом не происходит. Они становятся взрослыми с аутическим спектром, потому что, опять же, это просто особенность развития. Но в Латвии, ну не только в Латвии, безусловно, в мире, но в Латвии эта проблема вообще очень актуальна. Да, у нас взрослые с аутическим спектром в основном они не опознаны. Ни они сами не знают, что у них аутический спектр, ни специалисты, которые с ними работают, не знают. И поэтому та помощь, которая им предоставляется, она не всегда целенаправленно. Как же они живут? Ну, это зависит от уровня функционирования. То есть, если это очень низко функционирующий человек, то, безусловно, ему нужна социальная помощь. И какое-то время я тоже пока еще в взрослой психиатрии работал, я работал в пансионате, да. Там было много людей с другими диагнозами, у которых на самом деле аутический спектр был, да, низко функционирующий. Но если мы говорим про высокофункционирующий спектр, тот же синдром Аспергера, они могут испытывать какие-то трудности в жизни, но никогда и так и не узнать, что это, собственно, связано с аутическим спектром, да. Он работает в IT-компании, ему тяжело социально коммуницировать, тяжело в отношениях понять вообще, что происходит. Да, у него может быть тревога или расстройство настроения, с которым он, может быть, даже обращается к специалистам. Но то, что на самом деле причиной этого является его особенность развития, аутический спектр, это так и не опознается. И, соответственно, они не получают эту помощь, которая им нужна. Еще один звонок. Постараемся коротко, потому что время уже нет. А еще вопросы есть. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. У меня зовут Андрей, у меня такой вопрос к вашему доктору. Скажите, пожалуйста, может быть, не совсем по теме, но вот если у ребенка, ну, не знаю, расстройство поведения, или как это называется, вот агрессивность поведения, если, допустим, что-то не купил, не дал, там, не дал поиграть в мультики, посмотреть, там, или еще что-то, вот четыре с полной года ребенку, и вот он обижается, там, все крушит, уходит из дома, собирается уходить, вот. Что доктор может прокомментировать по данному вопросу? Ну, это, безусловно, не короткий вопрос, да, поведение – это вообще универсальный такой симптом в детском возрасте, ну, все проявляется через поведение. Но если говорить про, ну, изолированное расстройство поведения, то, безусловно, поведение, оно связано со средой чаще всего, и часто это связано, ну, как в том числе и с особенностями развития, с большей импульсивностью, но всегда, если есть проблема поведения, ну, та помощь, которая наиболее эффективна, и на самом деле ее эффективно предоставлять именно в этом возрасте, эти до четырех-пяти лет, вот то, что мы делаем, если говорить про поведение, это имеет эффект вообще про воспитание, да, после пяти лет уже не очень. – Очень-очень. – Да, то эта помощь – это всегда помощь родителям, это помощь семейной системы, помощь на тему того, какие потребности ребенка, как ставить границы, как, ну, глобально говоря, как воспитывать, да, и в Латвии, опять же, есть разные, ну, нельзя сказать, что они очень хорошо доступны, но, например, очень хорошая система называется Stop 4.7, Stop Chat Reseptany, которая ориентирована как раз на детей в возрасте от четырех до семи лет, как раз про поведенческие проблемы. Да, есть в прошлом году была, ну, такая акция благотворительная, как раз ДОТ ПЕЦИ, ну, то, на что он собернет деньги, это на создание системы для родителей именно про эти вопросы, так что за этим нужно следить, но если у ребенка выражены поведенческие проблемы в этом возрасте, с этим надо сейчас желательно что-то делать, но это потребует участия всей семейной системы, не то, что ребенка приведут к специалисту, и специалист все решит. Да, Никита, вот, насколько уже все стремительно истекает в наше время, давайте вот чуть-чуть схематично в итоге. Значит, вы назвали те тревожные симптомы, на которые надо обратить родителям внимание. Те, кто не слышал, переслушайте. Значит, да, в два часа, до двух лет, да, вот, скажем, этот важный возраст, когда особенно вот проявляются уже речевые способности, в два года, да, если вы заметили, это вообще нужно сразу, ну, начинать бить тревогу. Но мы установили, опять же, что вот эта очередь к врачу-психиатру детскому, она тоже до года, да. Что родитель может сделать за этот год? Доступны, вы сказали, что вот многие те программы или какие-то, ну, мероприятия, может быть, недоступны без постановки диагноза, да. Что родителю, который понимает, что с ребенком не то, и, может быть, подозревает аутизм, что ему делать в течение этого года, пока он не попал на прием? Ну, безусловно, если говорить про реабилитацию, то она недоступна без диагноза, собственно, только в государственной системе здравоохранения, и вообще она доступна, очень ограничена, да, у нас… Бесплатной и внеплатной. Ну, государственная помощь у нас бесплатная для всех детей. Да, у нас есть дневной стационар, где мы целенаправленно работаем с детьми с задержками развития. Но, в принципе, если говорить про ту помощь, которая нужна, то, безусловно, это логопедическая помощь, ее можно начинать до диагноза, не обязательно иметь диагноз. Просто, опять же, здесь вопрос компетенции логопеда, потому что то, чем нужно заниматься с детьми с аутическим спектром, это не учить их звуком, да, потому что проблема не со звуком, проблема с тем, что мозг не понимает речь как средство коммуникации. С ними довольно рано нужно использовать альтернативную коммуникацию, потому что есть другие, как бы, стимулы, которые они понимают лучше, визуальные, например, стимулы. Да, тот метод реабилитации, который очень научно обоснован и хорошо работает, называется аботерапия, прикладной поведенческий анализ. Да, и в Латвии становится все больше специалистов, которые занимаются этим, да, и, опять же, этот метод реабилитации, он будет полезен не только детям с аутическим спектром, да, потому что это глобально поведенческий анализ, да, социальное поведение, как любое другое поведение, имеет причины, выражения и следствия, да, и пока мы не понимаем всех этих частей, мы ребенку не можем помочь. А поведенческий анализ занимается именно тем, что тренирует те, скажем, типы поведения, которые социально нужны, да, и пытаются убрать те типы поведения, которые социально не нужны. Ну, на этом на сегодня, к сожалению, все. Детский психиатр, исполняющий обязанности заведующего отделения психиатрии детской клинической университетской больницы Никита Безбородов был сегодня с нами, мы говорили об аутизме детском, в частности, Генассамблея ООН сегодня объявила семерный днем на распространение информации о проблеме аутизма. Еще будем говорить на эти темы, будем приглашать гостей, не переживайте, не волнуйтесь, будем доносить до вас информацию. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, Елена, до свидания.